Продолжение следует... Говорим сегодня с руководителем комбината Шульгинский, Еленой Беляковой. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас довольно молодое предприятие и достаточно развитое. В первую очередь, лично меня привлекло, когда я знакомилась с работой вашего предприятия на сайте, что очень много молодых специалистов. Как вы их привлекаете? Да, предприятие у нас действительно молодое, оно у нас динамично развивается. Находимся мы в живописной зоне, это Алтайский край, Советский район. Молодежь мы привлекаем, этот проект у нас новый. Стараемся привлечь больше социально-бытовыми условиями, потому что все-таки для молодежи это важно. Ну, молодежь это такой статус как бы населения, нашего населения, да, который важен для нас. Он важен и для предприятий, и для страны в целом важен, потому что... Кого мы относим к молодежи? Мы относим людей с 17 до 30 лет. А в этот период времени они хотят профессионального роста, они хотят какой-то стабильности, они хотят, чтобы у них было жилье, рожают детей, хотят их воспитывать. Поэтому для того, чтобы привлечь этих людей, у нас есть специальные программы. Специальные программы, мы их разрабатываем в соответствии с деятельностью своего предприятия, даем какие-то объявления, даем какие-то гранты какие-то устраиваем, обучаем их профессионально. То есть, если приходит человек к нам и хочет работать, и у него есть желание работать, то все возможные условия, включая бытовые, мы создадим. Ну вот, например, какие бытовые? Квартиру даете? Так, квартиру, конечно, мы дать не можем, поскольку мы предприятие новое. Есть у нас в планах какое-то решение по жилью, по найму жилья, если это высококвалифицированный специалист. Если это люди как бы рабочих профессий, то мы им предоставляем какие-то материальные поощрения. Есть в политике предприятий такое, что если человек у нас работает, нас все устраивает, мы можем как-то ему способствовать тому, что найти жилье, помочь с наймом, или предоставить какую-то отсрочку, найти способы мотивации больше, мотивации для сотрудника, чтобы он был заинтересован работать и в дальнейшем остаться все-таки и как на селе, так и в нашем предприятии. Вот, к примеру, приходит к вам сотрудник, у него желание большое, а специальность не та, может ли он каким-то образом найти у вас место? Ну, вы знаете, все-таки мы ориентированы на проф, да, то есть понятно, что парикмахера мы к себе не возьмем, потому что все-таки отрасль у нас, она маленькая идет, другая. Но по большому счету, если люди приходят без специальности, да, либо специальность рабочая, но как-то она не подходит к нам, и мы понимаем, что мы можем сделать проф, пригодность этого сотрудника под свое предприятие, мы, конечно же, его возьмем. У нас существует принцип наставничества, то есть мы поставим к более старшим, потому что все-таки на нашем предприятии работает не одна молодежь, и сейчас, говоря о пенсионной реформе, у нас есть люди разного возраста, в том числе у нас работают и пенсионеры, поэтому мы все-таки как-то направлены на то, чтобы вот принять к себе человека, если нас таковой устраивает. Елена Васильевна, ну вот слушаю вас, и кажется, такое впечатление создается, что один в поле все-таки воин, да, вы стараетесь, вы пытаетесь переломить ситуацию, когда молодым людям не хватает условий, не хватает перспектив на селе. Вот на ваш взгляд, какие бы меры могло принять государство, чтобы молодые люди все же оставались в районах и работали у себя на родине, где родился, там пригодился? Ну, наверное, первоочередной вопрос, это всегда вопрос жилья, да, если говорить о жилье, у нас сейчас в государстве очень много программ, программы эти связаны и с ипотекой, и программа «Молодая семья», вот насколько они на селе, вот трудно сказать, да, ну вот те люди, которые у нас все-таки, вот наши работники, по своим работникам могу сказать, те, которые работают и стремятся, у них есть возможность решить самостоятельно жилищный вопрос, все-таки это, видимо, ну снижение ипотечного кредитования, о чем сейчас так много говорят. Снижение осталось. Да, и все-таки еще важно для молодого населения это досуг, то есть это досуг, это, скорее всего, клубы, это, скорее всего, стадионы какие-то, это занятия спортом, потому что одно дело, когда молодой сотрудник, он находится на работе, вторая жизнь у него все-таки, ему хочется как-то развиваться, и развиваться сейчас это спорт. Но вы и здесь помогаете, насколько я знаю, расскажите, как, пожалуйста. У нас есть такие тоже программы, мы помогаем активно району и именно в развитии спорта, у нас есть спонсорство в школе, мы спонсируем местную Шульгенлогскую школу, именно продвижение по спорту, помогаем организовать кружки различного рода, баскетбольная команда у нас села Советского, мы ей помогали выступить на соревнованиях, ну и, конечно же, есть у нас проект, где мы являемся организатором и спонсором мероприятий, это турнир по хоккею с мячом, который проходит на базе стадиона Сипсельмаш, города Новосибирска, потому что там есть все условия для проведения, которые будут проходить в этом году 12-й раз, мы приглашаем туда разные команды, причем они активно откликаются сами, они борются за этот кубок. Нет, это ребята из спортивных школ разных городов, причем города заявлены в этом году с европейской части нашей страны больше оттуда, да, то есть и новосибирская команда есть, есть команды, ну вот как-то вот активно они играют в эту игру и как-то вот активно они проявляют. Вы, насколько я знаю, на вашем предприятии проводят еще и экскурсии для школьников, это просто познавательные или вы все-таки видите потенциал, каким-то образом видеться, что это ваши будущие сотрудники? Ну, если говорить об экскурсиях, тут надо говорить, какая, вот именно какой возраст школьников к нам приходит. То есть если это начальная школа, то, конечно, это больше познавательная экскурсия. Пришли, показали, попробовали что-то, да, понравилось. У большинства работают мамы и папы на предприятии, то есть интересно, чем родители занимаются. Это вот одно. Если мы говорим о профучебных учреждениях, да, где уже учат технологов, вот непосредственно микробиологов, то здесь больше наша программа, она нацелена на профориентацию. То есть мы уже видим потенциальных, талантливых, видим, выявляемых на фазе вот именно экскурсии. Мы видим уже, как проявляется интерес. То есть дети уже приходят, которые начинают какую-то учебу, да, они приходят, уже знают теорию частично, но они не видят практики. Когда они видят эту практику, им становится интересно, они начинают задавать вопросы, и многие уже уходят, я бы к вам пришел. И вот таких целевых детей, они в дальнейшем продолжают учебу, приходят к нам на практику, но мы стараемся, конечно, их заинтересовать, потому что предприятие заинтересовано в потенциальных кадрах, вырасту их, и чтобы эти кадры, они все-таки остались. Есть картина какая-то у вас уже, может быть, какие-то успешные примеры, когда пришли, познакомились и остались? Да, есть, конечно, такие сотрудники. Вот если посмотреть, у нас есть, причем эти сотрудники, мы даем возможность сотрудникам не просто остаться поработать и через какое-то время занять руководящий пост для принятия самостоятельных решений. То есть у нас приветствуется вот именно молодой потенциал работников, они быстрее реагируют на изменения законодательства, они активны, они амбициозны, с ними интересно работать. Поэтому мы как бы в свое время, вот была у нас экскурсия, был у нас микробиолог, пришел работать микробиологом. Проработав два года, она у нас сейчас занимает должность начальника лаборатории. Естественно, предприятие помогает, предприятие обучило сотрудника, обучило сотрудника в Санкт-Петербурге, то есть повышение квалификации прошло, средства на это выделяются. Если, опять же говорю, если видим потенциал в работнике, что работник останется работать на этом предприятии и будет вносить свой вклад. Елена Васильевна, спасибо вам огромное за беседу и за то дело, которое вы делаете и доказываете, что жизнь населения не просто может быть, а может быть интересной и полезной. Спасибо вам. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с руководителем предприятия «Шульгинский» Еленой Беляковой. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok